Это было за 8 лет до начала конфликта. Что спровоцировало конфликт, когда вы решили, что вам нужно сделать этот шаг? Подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили этот договор. Никто не вспоминает. Я не знаю, знают ли что-то в США про этот договор между оппозицией и властью и про гарантов, трёх гарантов, которые вместо того, чтобы вернуть весь этот процесс на политическое поле, нет, поддержали госпереворот. Хотя смысла в этом бы не было. Никакого, поверьте мне. Потому что президент Янукович совсем согласился, был готов на досрочные выборы, на которых у него не было шансов убедить, если сказать по-честному. Не было шансов. Все это знали. Зачем госпереворот? Зачем жертва? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начало операции на Донбассе? Вообще нет. Вот этого я не понимаю. Вот в этом и про счёт. ЦРУ довело своё дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов госсекретаря сказал, что даже истратили на эту большую сумму чуть ли не 5 миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Всё можно было сделать на самом деле то же самое, только легальным путём, без всяких жертв, без начала войных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. В Голубенька не приходило. Потому что мы согласились с тем, что после развала Советского Союза всё должно было быть так, по границам союзных республик. Мы же согласились с этим. Но мы никогда не соглашались с расширением НАТО, тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО, без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетия – не делайте этого, не делайте того. А что последовало триггерам в последних событиях? Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, там все остальные официальные лица, а потом сам президент заявил о том, что им ничего не нравится в этих минских соглашениях, иными словами исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции, прямо сказали, что подписывали, уже в наши дни, год-полтора назад, прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали это соглашение Минска, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за носом. Вы говорили с госсекретарем, с президентом, может быть, они боялись с вами разговаривать, и говорили вы им, что если они будут продолжать накачивать Украину оружие, то вы будете действовать. Мы постоянно об этом говорили. Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединённых Штатов, европейских сторон, чтобы вот этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Они сложные для Украины. Там очень много элементов независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено. Это правда. Но я был уверен абсолютно, и я сейчас вам скажу, я искренне считал, что если всё-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, их надо было ещё уговорить, возвратиться как бы в рамки украинской государственности, то постепенно, постепенно раны заживут, постепенно, постепенно, когда эта часть территории вернётся в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия, всё постепенно-постепенно срастётся. Нет, никто этого не хотел. Все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить. И всё дошло вот до этой ситуации, когда на Украине объявили, нет, мы не будем ничего. Мы начали ещё подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали её в 2022 году. Это попытка её прекратить. Продолжение следует...